В повестке дня оренбургских законодателей десятки вопросов. На фоне жарких споров о бюджете области, голосование по остальным пунктам проходит спокойно. Вот и появление должности главного архитектора региона разногласия у депутатов не вызвало. Желающих выступить? Нет. Ставлю голосование. Наш регион не единственный, в котором появится главный архитектор. Начиная с октября этого года в различных областях страны введена эта должность. И неспроста. Летом текущего года, 2016 года, вышло по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Абдутина о том, что в каждом субъекте федерации должна быть должность главного архитектора. Казалось бы, в сложившейся в нашей стране экономической ситуации, которую простой не назвать, появление еще одной должности кажется неоправданным растранжириванием бюджетных денег. Но министр строительства Алексей Палухин успокаивает. Увеличение штатной численности не потребуется. То есть это все будет делаться из резервов Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. И даже оппозиция, которая на все имеет свой взгляд, который закономерно не совпадает с большинством, в этом вопросе высказывается однозначно за. Мы, может быть, уйдем от тех проблем, вот этих точечных застроек. Вот то, что проектирование ведется без учета социальной инфраструктуры. Подчиняться главный архитектор будет непосредственно губернатору. Главные архитекторы муниципальных образований, в свою очередь, будут и его подчиненными. Однако, иногда случается, таковых в городминистрациях нет. К примеру, Оренбург уже больше года живет без главного архитектора. Все потому, что достойных кандидатов на должность нет. Но в городминистрации успокаивают. Имеется заместитель. Это, конечно, не главный архитектор и даже не исполняющий обязанности, но с поставленными задачами справится. И вполне сможет взаимодействовать с региональным начальством. Те же, кого больше интересует результат, а не формальности, надеются, что главный архитектор области сможет навести порядок на улицах. Каждый человек творческий, он все равно приносит какую-то новую волну. Поэтому человек новый, творческий и какие-то радикальные, может быть, даже будут изменения. Хочу на это надеяться. Карина Тумасова, Екатерина Роженко, Олег Николаев и Олег Берендеев. Городской телеканал ЮТВ.